привет с вами виконста сейчас я хочу показать вам утренний судак на часах без 27 и мы выдвигаемся в сторону кипарисовой аллеи обычно эту аллею показывают только днем либо вечером а вот с утра мало кто показывает поэтому я решил пройтись ну и показать вам как она выглядит раненько утром кстати вас будут всегда окружать с левой и с правой стороны экскурсии куда вы можете отправиться в любое место ботанический сад на набережную историю почитать в общем в разные места ну и вот стела с которой все фотографируются ну либо снимают на видео я люблю судак вот так она выглядит какая же красота идти по тихой улице ничего не шумит не кричит музыка не орет единственное чайки где-то летают и кричат свою музыку слева и с правой стороны будут вас окружать также заведение общепита можно будет покушать там ну и конечно сувениры магниты брелки изделия из дерева ну как-никак курорт поэтому если хотите что-то прикупить обязательно заходить видите ежедневно 6 15 самого утра надо ехать потому что по такой жаре не охота вообще никуда ходить ну и конечно заведение кафешки они работают до 23 00 поэтому рассчитывайте с утра как видите никого нет начинается движуха около девяти десяти часов утра как раз все выходят на пляж 7d также он есть зоопарк и дом перевертыш то есть можно зайти туда походить и кинотеатр также самое популярное место это косметика из крыма то есть она ценится своим качеством поэтому будете иметь ввиду и вот столовая как раз можете глянуть цены на пиццу и шашлык вот столовая еще вот цены в рублях здесь также столовая первые блюда борщ 50 рублей 300 грамм окрошка сборная мясная 90 рублей ну и вот самая главная улица в судаке по которой вечером ходят толпы людей конечно выдвигаемся в сторону моря покажу вам утренний рассвет ну конечно сегодня тучи но ничего страшного где-то лучики солнца все равно будут пробиваться и вот такие кипарисы стоят уже им не один десяток лет они растут медленно но уверенно видите здесь специально так обрезают ветви чтобы в нижней части они не торчали а росли вверх также есть боулинг и магазины даже продавцов нет режим работы с 12 до 23 00 столовая тоже популярная в крыму мне кажется на всем побережье она есть ну вот цены то есть насыпайте что хотите потом будете платить за 100 грамм 77 рублей это если вы берете шведский стол и напитки ну и конечно же обратная сторона крыма это то что с утра все убирают убирают последствия ночи очень много мусора поэтому когда вы выходите на море у вас уже идет чистота дворник из самого рассвета начинает убирать ну и вот на горизонте моря сегодня штиль поэтому море чистое еле слышно волны сейчас мы вниз спустимся я покажу вам поближе пляж центральный пляж в городе судак повсюду вас будут окружать горы ну и вот пляж здесь можно арендовать шезлонги вот там позаниматься спортом но сейчас чуть пониже спустимся я вам покажу более детально море класс шум прибоя очень успокаивает как видите людей очень мало еще так как раннее утро вот температуру воды пишут и воздуха прокат шезлонгов 150 рублей час за четыре часа триста пятьдесят подходим чайка ну как тебе судак расскажешь ух ты чуть не намочился я думаю комментарии здесь излишне пляж здесь песчаный и попадаются мелкие камушки но пляжи маленькие процентов 70 наверное занимают шезлонги и остальные 30 процентов здесь можно разместиться с подстилкой поэтому смотрите сами также есть прокат и аренда катамаранов чуть попозже здесь будут прогулочные катера можно отправиться в новый свет видите пляж дальше огорожен забором то есть дальше вы не пройдете если вот так прямо идти то есть нет определенного пространства доступа ко всему пляжу поэтому нужно будет обходить туда через верх по набережной давайте вверх пройдемся до самого конца посмотрим что там еще есть утречком хорошо не жарко прохладно здесь магазин как обычно также что немаловажно есть краники где можно помыть ноги какой запах прекрасный здесь очень крутая атмосфера поэтому если будете здесь то обязательно наслаждайтесь этим моментом но здесь спасательные лодки мчс и дальше уже тоже идет пляж ведь если сразу не зашел а там с левой стороны то приходится обходить тут все закрыто но здесь чуть побольше места поэтому можно занимать подстилки с самого утра также там рыбаки ловят рыбу не знаю ловят или нет но удочки забрасывают сосна ели и очень много хвойных запахов присутствует в воздухе поэтому дышится здесь очень хорошо рассказываю все что вижу делюсь впечатлениями ну вы конечно в комментариях напишите как вам утренний судак ну на фоне у нас генуэзская крепость которая держала оборону видите занимали самую высокую точку и оборонялись парк дома отдыха судак вот видите нужно сразу заходить потому что потом придется только перелезать через забор ну и вот пляж здесь также песок сейчас давайте поближе подойдем к морю пляжи между собой все схожи поэтому рассказывать здесь особо нечего лучше смотрите на море полюбуйтесь природой ну и гора алчак кая а вот там чуть дальше мыс алчак если любите природу то советую вам пораньше выйти и насладиться этими всеми видами пока не сильно много людей буквально через часа два-три здесь полностью будет все забито отдыхающими поэтому умейте отдыхать конечно нужно заранее встать чтобы увидеть эту всю красоту давайте теперь пройдемся в эту сторону здесь поливают чистят моют все здесь пляжи еще меньше посмотрите вот такой пляж видите уже там подстилки лежат уборка идет полным ходом видите он на горе ходят люди то есть там есть тропа по которой можно забраться и вы увидите с высоты птичьего полета сам город судак вот такие пляжи будут продолжаться до самого конца видите навес очень старый и вот здесь очень мало места чтобы лечь на подстилке тут уже присутствует мелкая галька там рыбаки не знаю ловят или нет может тоже забрасывают конечно же с утра разминочка должна быть как без этого без этого никуда день на смарку пройдет все разминочки не будут а вы делаете по утрам зарядку надо суставы разминать чтобы быть здоровым на камере наверное не видно но он вдали я вижу наверное группу людей может быть человек 5-6 вот там сверху сейчас мы попробуем приблизить видите вот один второй и вот там где-то еще бегают в общем вы их не видите а они есть оперативненько они все почистили ну и вот вид еще в другую сторону все-таки крымский воздух очень специфический с одной стороны у вас окружает море ну а с другой горы поэтому очень много здесь хвойных деревьев поэтому и такой воздух видите на гору нужно залазить с самого утра так как еще пока не очень жарко видите вот такая здесь набережная в принципе ничего сверхъестественного нет ну единственное что хорошие дороги плиточка выложена то есть можно передвигаться на самокате без проблем но есть конечно изъяны но не критические давайте теперь здесь покажу вам пляж немножко поближе пляжи очень маленькие во-первых очень крутые ступеньки посмотрите еще не каждый здесь спустится ну и вот пляж ну и вот санаторий Судак в каком он сейчас состоянии ну а здесь немножко дальше располагаются корпуса которые были построены относительно недавно и сделан там капремонт ну вот вам и набережная в Судаке этим летом немножко угол камеры увеличил чтобы побольше захватить в видео сегодня мы побывали на утренней набережной в Судаке если вам понравилось это видео не забывайте подписываться на канал ставить лайки ну и конечно пишите комментарии с вами на канале был Виконска до новых встреч пока